Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о категориях. Итак, что такое категории? Все вы наверняка видели в своем Outlook такую кнопочку с цветными кирпичиками и с названиями цветов. Для чего же это нужно? Я вам расскажу несколько применений, которые я использую, и возможно вы к этому прислушаетесь и тоже будете использовать их в своих целях. Самое частое применение этих категорий это, конечно же, календарь у меня. Хотя есть и другие способы, о них мы поговорим позже. Вот я перешел в свой календарь, вижу здесь представление недели, полная неделя с выходными. Здесь у меня расставлены встречи. Как вы видите, они все такие голубенькие, все одного цвета. И, в общем-то, при одном взгляде на календарь понятно только одно. Встреч у меня очень много, всяких событий, запланированных, привязанных ко времени или непривязанных, как вот, например, курьерская доставка здесь и ужин вечером здесь. Поэтому взгляд на календарь говорит мне о том, что здесь очень-очень много всего, и как с этим разобраться не очень понятно. Но что можно здесь увидеть? Например, видно, что здесь есть обед, который поставлен повторяющимся каждый день в час дня. У меня есть планерка с утра в 9 утра, кстати, как планировать повторяющиеся встречи и как их заводить в календарь, смотрите по этой ссылочке. Есть у меня какие-то вечерние события, английский язык, ужин, тимбилдинг и концерт, которые тоже занесены в календарь. Я хочу это как-то все разметить так, чтобы было видно очень логично и понятно, что меня ждет на этой неделе, что с чем связано, что важно, что не важно. Опираясь на книжку Глеба Архангельского «Time Management в Outlook 2003», я решил использовать категории для разметки календаря, а также задач и писем. Как мы можем это сделать? Если мы выберем какую-то встречу, например, планерка, и нажмем «Выбрать категорию», то мы можем присвоить ей какую-то цветную категорию. Как вы видите, она стала цветной. Таким образом, может быть, для кого-то и будет достаточно, используя вот эти цвета, размечать свои события. Например, обед будет всегда зеленым. Или, например, там, ну не знаю, личные события будут какими-нибудь лиловыми. Но мне кажется, что это не очень правильно, и в этом смысле лучше использовать категории, которые переименовать. То есть сделать некоторую логичную систему именования категории, которую можно потом использовать. Давайте попробуем, как это сделать. Если мы нажмем сюда, то здесь есть все категории. Здесь они уже названы, но их можно переименовать. При этом даже можно еще создавать новые категории. Вот здесь вот, если нажать «Создать», то создастся новые. Я, например, хочу сделать такую систему, при которой мне будет понятно, какие события у меня важные, какие не очень важные, какие личные, а какие, может быть, связаны со здоровьем. Давайте попробуем. Например, я знаю, что обед – это что-то, относящееся к здоровью и к личному, поэтому я переименую это и назову это «Личное». Так, «Личное». Теперь «Красная категория». «Красная» – это что-то очень важное, да, то есть, например, то, что нужно сделать сегодня, сегодняшним днем. Давайте же дадим этому имя «День». Мы дали этому имя «День». Зачем я здесь добавил 0.1? Вы потом поймете. Это для того, чтобы они сортировались по нужному мне порядку. Дальше, например, есть оранжевая категория, которой мы присвоим имя «Неделя». 0.1. «Неделя». Как мы знаем, у нас есть еще и месяц, но для этой категории, для месяца, ну, пусть будет, например, желтая. Итак, мы сделаем 0.1 месяц. Вот, отлично. С чем же связан у нас синий цвет? Мне он напоминает, например, о здоровье, поэтому я его переименую и сделаю и назову «Здоровье». Так, что же, личное здоровье лиловое у нас есть, но у меня нужно еще пару очень важных категорий. Например, очень важная категория с очень красным цветом будет называться «Важно». Вот так вот она будет называться и иметь впереди циферку 0.0. Это значит, что она будет стоять впереди списка. Ну, наверное, пока достаточно для демонстрации. Посмотрим, как это можно применить. Нажмем «Ок». Итак, планерка. Планерка происходит каждый день. У нее уже присвоена какая-то категория, но мы лучше всего поставим ей категорию «День». Вот она стала вот такой вот розовой. При этом, видите, оранжевая категория у нее сохранилась, поэтому надо ее убрать. Можно событием назначать по несколько категорий, тогда они будут иметь основную метку цвета и дополнительную. Теперь обсуждение доставки. Это что-то, что должно быть днем. Итоги недели. Это важная встреча. Она тоже состоится днем. Надо ее не пропустить. Соответственно, вот это все у нас тоже день. Здесь есть «Выслать отчет по итогам недели». Это очень важно, поэтому я помечаю это в экстремально важной категории. Вы видите, это уже вот как-то светится более-менее серьезно. Что еще у нас есть? Зум по миграции. Миграция у нас планируется в субботу, как видно здесь. Поэтому и это очень важное событие. Выберем это как важное. И отметим миграцию тоже как важное. Вы видите, что здесь появляется некий код по цветам одинаковым. Можно понимать, что события имеют что-то общее. В то же время, в данном случае, они просто важны для меня. Онлайн-тренинг. Это что-то, что, в принципе, должно происходить днем. Совещание можно выбрать как тоже день. Заместитель в отпуске. Для него мы выберем категорию «Неделя», поскольку это на всю неделю растягивается. Спортзал. Спортзал почему-то у меня стоит только на 12 часов. Давайте-ка это поправим. Заодно вспомним, как это делается. Заходим в повторение и ставим его на каждый рабочий день. Потому что спортзал у меня находится на работе. Категорию можно назначить также правой кнопкой, щелкнув, нажав выбрать категорию. Поставим спортзал как «Здоровье» и заодно присвоим ему категорию «Неделя». Видите, он стал оранжевым. Тут зависит от того, какую категорию сначала присвоили. В поликлинику это что-то связанное со здоровьем явно. Вот еще совещание с подрядчиком. Ну, я не знаю, насколько это важно. Пусть это будет на день. И подготовка к интервью тоже будет на день. Интервью с кандидатом, к которому была подготовка к день. Здесь у нас какие-то личные события есть. Мы можем выбрать для них категорию «Личные». То есть они будут у нас зелеными. Вот. Вот концерт рок-н-ролл почему-то у меня стал очень важным. Это неправда. Надо эту категорию исправить. Выбрать категорию «Личные». А все остальные категории снять. Вот видите, у нас календарь стал выглядеть по-другому. Ну, на самом деле, не столь удачно, как могло бы быть, потому что все основные события у меня размечены как день. Может быть, я бы сказал, что итоги недели нужно отобразить как что-то важное. Оставшуюся категорию, которая здесь осталась, можно, например, я бы переименовал лиловую категорию, назвал бы ее 00boss. Давайте по-английски «boss». Для чего мы вот эту сортировку делали? Теперь понятно. Если мы выбираем категории, то они строятся по списку, как нам надо. То есть важные вещи находятся наверху, они очень важны внизу. Вот примерно так можно разметить свой календарь. Для этого категории подходит. Теперь посмотрим, что же у нас с другими вещами. Например, задачи. Перейдем в задачи. Наши задачи. Список наших задач. Здесь можно менять представление. Это вы знаете, да? Мы останемся в представлении простой список. Есть у нас задачи, одна из которых уже просрочилась. Это поручение какое-то. Есть вот задачи по номерам. И есть задачи, как-то называющиеся. Давайте-ка попробуем с ними поиграться. Здесь есть кнопочка категории и здесь. Я, например, знаю, что тест – это задача. Мне надо вернуться на неделю. Задача 1 – вернуться на неделю. Это вторая вообще в течение месяца. Можно сделать третью тоже в течение месяца. Заправить космический корабль – это очень важно. Очень важно и срочно, и, соответственно, очень важно. Подготовить гравитсапу в течение дня. Сделать на следующей неделе. И, соответственно, сделать на следующей неделе. Вот мы очень хорошо и удобно разметили эти задачи. Что же теперь дальше? Дальше для удобства мы можем настроить вид с сортировкой этих задач. Как мы видим, у этих задач нет никакой важности. Давайте проставим какую-нибудь важность одной из них. Поставим здесь вот высокая важность. Заправить космический корабль – высокая важность. Подготовить гравитсапу – тоже высокая важность. Ну, а сделать на следующей неделе, соответственно, низкая важность. Вот мы и разметили задачи по важности. Чтобы увидеть важность, в нашем простом списке мы выберем поля. Точнее, выберем поле важности и добавим его вот сюда вот. Такой кирпичик перетащим. Вот теперь видно важность и можно даже по ней отсортировать. И очень важные задачи встанут наверх. Давайте пойдем дальше и сделаем то, ради чего мы затевали вот эти вот категории. Создадим новое представление, в котором мы настроим сортировку по категориям, что будет для нас удобно. Мы заходим «Изменить представление», «Управление представлениями» и нажимаем «Создать новое». Именно вот здесь нужно создавать представление, а лучше не переделывать существующие, потому что тогда можно будет это сохранять в списке. Итак, нажмем «Создать» и назовем это представление категории. Что у нас есть? Столбцы. Столбцы у нас завершена. Значок «Важность вложения темы. Состояние». Это все правильно. Группировка. Давайте же сгруппируем наши задачи по категории. Выберем «Группировать элементы по полю категории». По возрастанию будет, то есть сначала 0,0 категория, потом и так далее 0,0,0,1. А затем мы отсортируем их по полю «Важность». Здесь уже будет по убыванию. То есть сначала важные, а потом неважные. Нажмем «Окей». Нажмем «Окей» и снова «Окей». Мы создали представление. Теперь давайте его изменим. Вот у нас представление называется «Категории». Мы переключились в представление категории. Что мы видим? Мы видим, что на самом верху у нас есть категория, которая 0,0 важна. Потом есть категория 0,0,0,1 – день. Потом есть месяц и неделя. Видим, что здесь мы совершили ошибку. Какую ошибку? Неделя расположена под месяцем. Исправлять ошибки – это то, что мы любим. Как же исправить эту ошибку? Как сделать так, чтобы неделя была перед месяцем? Правильно. Месяцу нужно дать префикс 0,2. Мы идем к категории. Все категории. И месяц переименовываем. Ставим ему 0,2. Окей. Что теперь? У нас пересортировалось наше представление. То есть сначала у нас идут задачи категории «Важно», в которой внутри сначала по важности «Обычная», потом по важности «Срочная». Потом идут категории «День». Потом идет категория «Неделя» с важностью сначала «Повышный», потом «Обычный», потом «Низкий». Я думаю, что здесь мы немножко ошиблись. И давайте отредактируем наше представление, которое называется «Категории». Потому что нужно не группировать, наверное, а сортировать. То есть не группировать по важности, а сортировать. Чтобы просто задачи с важностью высокой были вверху, а с низкой внизу. Поэтому мы по важности убираем. Говорим «Нет». Но добавляем сортировку. Сортировка по полю «Важность». Где она у нас? «Важность». Соответственно, по убыванию. Сначала будет высокая важность, потом низкая. Итак, изменили представление «Применить». И вот мы видим то, что нужно. То есть получилось то, как надо. Сначала у нас стоят задачи в категории «Важно», которые срочные. Ну, то есть в смысле со своей важностью, которая внутри у них. И если мы свернем эти категории, мы видим, что очень интересно. У нас получилось представление. Сначала задачи важные, потом среди которых более важные. Потом задачи, которые нужно сделать днем, которые расписаны на месяц, на неделю. Если у вас много задач и вы этим пользуетесь, то это очень удобная тема. Потому что когда вы так сортируете задачи, вы по ним отработали. Вы отметили галочкой «Завершение». И дальше у вас эта задача не будет показываться в списке. Либо будет показываться вычеркнутой. Как сделать так, чтобы она не показывалась? Опять пойти и отредактировать представление. Если это очень сложно для вас, ничего страшного. Не бойтесь, попробуйте поиграться с этими представлениями. И вы настроите для себя очень хороший и нужный инструмент. Для чего еще можно использовать категории? Пойдем в почту. Вот наша почта. Вот она пришла. Вот наша почта. Ее много. Ну, сейчас не очень много. Среди нее тоже есть необходимость некой сортировки. Может быть, это нам поможет. Так же, как с задачами. Мы видим здесь, что пришло несколько писем. В принципе, их надо бы разобрать и понять, что с ними делать. Мы видим, что здесь срочная проблема у клиента. О, это, наверное, что-то очень важное. Можем здесь щелкнуть и выбрать для него категорию «Важная». Здесь «Течь в ванной» – это очень важно и нужно устранить сегодня. То есть, мы можем поставить две категории «Важность» и «День». Сделать в этом месяце – понятно. Нужно поставить на месяц. Сделать на неделе – нужно поставить на неделю. Отследить письмо сегодня – это значит день. Письмо очень срочное – это значит, оно очень важное. У нас получилась такая же разметка, как в календаре или в задачах. Но здесь не хватает сортировки. Что мы можем сделать? Правильно настроить сортировку. Мы можем пойти в «Вид» и изменить представление, управление представлениями, создать. Назовем это представление «Категории в почте». Так, мы сделаем так. Мы уже здесь помним, что нам нужно. Столбцы у нас есть, в принципе, все. Важность даже есть. Группировка отсутствует. Мы хотим группировать по полю категория, по убыванию, все. И при этом сортировать, опять же, по полю важность, как и задачи. То есть, чтобы сначала письма с большой важностью стояли наверху. Соответственно, по убыванию. Хотя бы так. Итак, мы нажимаем «Окей». Если мы нажмем «Применить», то оно применится у нас, это представление, к почте. И мы видим, что сделали ошибку, да? То есть, категория 0.2 стоит на самом верху. Мы можем пойти в «Управление представлениями», «Категории в почте», «Изменить» и «Поправить группировку». «По возрастанию». «Применить». Итак, мы поправили, и категория «Важно» у нас теперь наверху. Очень важно исправлять свои ошибки. Правда, Вит? В данном случае очень интересно будет то, что вы сами можете помечать свои письма и рассовывать их по категориям. А именно, если вы вдруг решили, что течь в ванной не так страшна, или, например, можно отложить это на неделю, вы можете просто перетащить письмо из одной категории в другую. То же самое можно делать с задачами. Как это делать? Если мы решили, что приготовить Гравицапу – это задача месяца, можно перетащить, и она появится здесь. Если мы решили, что тест – это очень важно, можно перетащить, и он появится в другой категории. То есть можно таскать между категориями эти элементы. Что еще можно сказать о категориях важного? Очень важно предупредить вас, чтобы вы не плодили очень много категорий. Вот у меня получилось их семь, и это, наверное, предел. Хотя можно добавить еще парочку, но вот когда у вас будет больше десятка, вы уже замучаетесь решать, в какую категорию вам отнести то или иное письмо. Ну, а в принципе, вообще-то, вещь очень классная, если реально пользоваться, привыкнуть к этому. Это повысит вашу продуктивность. Попробуйте категории, наверняка вам понравится. Может быть, у вас есть свой подход к распределению по категориям. Может быть, вы можете предложить свою систему организации категории. Напишите в комментариях к этому видео. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всего вам доброго. До свидания.